Министерство здравоохранения продолжает акцию по укреплению здоровья. На этот раз команда из числа сотрудников работает в Сурхандаринской области. Как известно, в ходе открытого диалога с медработниками президент подчеркнул, что в системе существует ряд проблем и недостатков. Следовательно, в целях эффективного решения этих вопросов были определены меры по семи важным направлениям. Данная акция и организована в целях обеспечения выполнения этих приоритетных задач на местах. Мероприятия организовывались с учетом классификации показателей и видов заболеваний по районам и городам области. К примеру, в процессе углубленного медосмотра населения в семейной поликлинике схода граждан Махали-Галабутта с Российского района на месте оформили ордеры для тех, кто нуждается в высокотехнологичном лечении. У полутора годовалого мальчика выявили врожденный порог сердца. С участием высококвалифицированных кардиохирургов в областном детском многопрофильном медицинском центре провели операцию, которая длилась полтора часа. После нее ребенка перевели в реанимационное отделение. После операции ребенок пришел в себя. Его состояние хорошее, он находится под наблюдением врачей. Согласно данным, в настоящее время в области около 900 детей страдают врожденным пороком сердца. С начала этого года уже третий раз на бесплатной основе проводят такие сложные операции. Год назад в Российской Федерации я получил травму ноги. Лечился около двух месяцев, но остались осложнения. Не мог ходить. Врачи говорят, что я встану на ноги. Это для меня большое счастье. Это высокотехнологичная операция, на которую уходит около 15 минут. Она проводится, не разрезая коленный сустав. После операции не будут накладывать гипс, а больной может спокойно передвигаться. Представители Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра гематологии ознакомились с лабораториями областного медицинского объединения. Техническими их возможностями дали местным специалистам свои рекомендации относительно лечения. В отделе гематологии его получает 23 пациента. Врачи осмотрели их и передали лекарства на бесплатной основе. В регионе на сегодняшний день, наряду с 250 государственными, осуществляет свою деятельность 306 негосударственных медицинских учреждений. На заседании, организованном с участием заместителя министра здравоохранения, пригласили и руководителей частных клиник. Внимание акцентировалось на предоставляемых государством льготах. Поделились и с планами на будущее. Мы намерены внести свой вклад в реализацию данной акции, в основе которой честь и достоинство человека. Наша частная клиника расположена в Денауском районе. И мной было озвучено предложение, чтобы два раза в неделю оказывать диагностические и лабораторные услуги, давать рекомендации специалистов на бесплатной основе, больным прикованным к постели и людям с ограниченными возможностями. И мое предложение было поддержано, чему я очень рада. Таким образом принимаются меры по организации деятельности семейных поликлиник и врачебных пунктов, в том числе при необходимости медпунктов в форме контейнеров, оптимизации службы скорой медицинской помощи. Продолжение следует...